Кстати говоря, в пользу ваших доводов говорится то, что глава МИД Польши Збигневрау сказал буквально вчера в интервью радиостанции Польска о том, что Россия получит разрушительный ответ НАТО в случае применения ядерного оружия. То есть фактически все то же самое в ответ, так что это действительно на самом деле так. Мне кажется, что НАТО уже готово к такой ситуации, к таким событиям. Потом, на какую границу называется выходить нашим военным после этого? Наши военные хотят выйти на границу с Российской Федерацией. А где будет граница Российской Федерации? Они же там уберут пограничные столбы. Они же не будут больше посреди Ростовской области или Воронежской области держать на границе между Ростовской и Донецкой. Они же будут считать, что Донецкая тоже часть России. Или они не будут на Воронежской, Луганской или какая там еще Белгородская, Луганской области. Там они тоже уберут границу. То есть они границы свои сотрут. Их больше не будет. Раз их нет, то этой страны в таких границах точно нет. А в тех границах, которые она считает своими, весь мир ее не признает. Вот и где после этого? Вот где, почему после Второй мировой войны было так просто рисовать новую карту Германии? Почему было очень просто сказать, знаете, мы вот Польшу подведем на 500 километров вот туда, на запад. Почему это было так просто, товарищ Сталин, сделать? Почему все эти города, Брослов какой-нибудь, да, спокойно стал польским городом? Без всяких проблем вообще. Почему? Потому что Германия сама стерла свои границы, которые у нее были. У нее же были до Второй мировой войны признанные Лигой наций границы. Она их стерла. Она сказала, у нас здесь нету границ. Это теперь наше все. Ну раз у вас нету ваших границ, мы же не обязаны по ним рисовать. Все. Та история в 38-м году забыта о том, какие у вас были границы. Вот история про границы Российской Федерации, старые, 91-го года, становится забытой. Мы-то свои знаем. Украина свои знает. А российских больше нет. Это стерто. А значит можно рисовать любую Российскую Федерацию. Зачем им? Сколько у них там квадратных километров? Я сейчас часто что-то забыл. Но мы у вас теперь не обязаны вам столько же выдавать. Давайте выдадим вам, ну вот, чтобы было меньше, чем Украина. Чтобы с принципа, да, у вашей Российской Федерации было меньше Украины. Нет, мы ничего себе не заберем. Мы ничего себе не заберем. Нам хватит свободолюбивых народов. Вот монголы же сказали, да, что мы будем, слышали, да, что Монголия заявила, бывший премьер-министр, бывший президент сказал, что мы должны принять у себя в качестве беженцев сейчас вот лиц определенных национальностей. Именно вот бурятов, тувинцев, еще там кого-то. Башкиров, по-моему. А, да? Не, не башкиров, не помню. Кого-то еще. То есть, вот эти национальности, они как бы с Монголией, правильно? Ну, раз принимают они в качестве беженцев. То есть, это часть будущей Монголии. Окей, понятно уже сразу. Заявка принята, что это Монголия. А таких заявок же будет много. Много будет, да. Продолжение следует.